Всем привет, это канал ТОП ДОТА и как вы поняли из названия ролика, сегодня я вам поведаю историю создания нашей игры, то есть доты. Да и не только доты, а и можно сказать всего жанра моба, ведь с доты он как раз и начался. Предупреждаю, что будет много всего интересного. Поехали! Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее прочее прочее. А баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Итак, дота. Наша история начинается в далёком 1998 году вместе с такой игрой как StarCraft, разработанный Blizzard Entertainment. И как вы наверняка знаете, StarCraft – это рилтайм стратегия, очень и очень успешная. Причина успеха здесь довольно проста – точная и лишённая рандома механика, которая открыла массу возможностей для соревнований между игроками, где решает только личный скилл. И, как следствие, StarCraft стал очень показательной киберспортивной дисциплиной, где можно реально измерить ваши способности и посоревноваться с кем-то другим. Однако, несмотря на эти киберспортивные перспективы у игры была одна небольшая проблема. StarCraft был очень уж недружелюбен к новичкам, и начать в него играть было очень и очень сложно, особенно если мы говорим про среднестатистическую, казуальную геймерскую аудиторию. Взбираться по ладеру было нереально трудно, но, к счастью, у игроков была возможность создавать кастомные карты для игры, прямо как у нас сейчас. И одной из этих кастомных карт стала игра под названием Ion of Strife, разработанная чуваком с ником Ion64. В этой Ion of Strife игрок управлял не армией юнитов, как в классических стратегиях, к которым все привыкли, а одним мощным героем. И изначально было всего 8 героев, которых можно было пикнуть и ни у одного из них не было привычных нам сегодня скиллов, а валюта, зарабатываемая во время игры, тратилась на улучшение оружия и доспехов, но вот никакой системы уровней тогда не было, то есть опыт вы не получали. И в принципе даже не было значения сколько шмоток вы понакупили в магазине, потому что цель в игре была ровно такой же как и сейчас – сломать так называемый трон врага. Но Ion of Strife к сожалению не была супер популярной среди игроков, несмотря на свою инновационность и потенциал. Так что давайте немного перемотаем и переместимся на пару лет вперёд, к дате выхода третьего Варкрафта – 2002 год. Как и StarCraft, варик был стратегией в реальном времени, однако обладал важными преимуществами. В третьем варике была представлена система левелинга, то есть прокачки героя. И ещё, как и ожидалось, Blizzard ввели бесплатный игровой редактор, который позволял создавать различные кастомные сценарии и карты, на которых игроки могли бы катать друг с другом через Близзардовский батлнет. Эти кастомки могли выглядеть как простые изменения ландшафта, играемые по тем же правилам, что и обычный Варкрафт, а могли быть совершенно самобытными, со своими правилами, героями, айтемами и событиями. Это значит, что при желании и достаточном количестве времени с этими инструментами можно было создать чуть ли не полностью свою игру, чем и начал заниматься разработчик, известный как Yule. Он начал разрабатывать карту, похожую на Ion of Strife. Она вмещала в себя уже до 10 игроков и назвала эту карту «Defense of the Asians» или «Защита древних», ну или же «Dota», всем нам известная. Вот здесь-то элементы RPG, такие как прокачки героя, и пригодились. Герои были уже не такими скучными. Они обладали массой способностей и могли покупать разные необычные айтемы в магазине, прокачивать себе уровень, и при этом с каждым уровнем расширять свой арсенал скиллов. Убивая вражеских героев и крипов, игроки получали награду в виде золота и опыта, а если игрок умирал, то естественно он должен был провести определённое время в таверне, прежде чем обратно вернуться в бой. Это давало вражеской команде преимущество и позволяло более эффективно пушить линии. Так прошёл год. Прежде чем к третьему Варкрафту вышло дополнение «The Frozen Throne», в котором сделали более крутой и расширенный редактор карт. Юл этим воспользовался и создал новую версию доты, под названием «Дота 2», не ту конечно в которую мы ещё с вами играем, а совершенно свою иную надвижки Варкрафта. К сожалению она была не очень-то успешной среди комьюнити и не смогла заменить оригинальную доту, которую кстати тоже портировали во Frozen Throne. Это конечно грустно и после этого Юл вскоре исчез. Однако свою основную миссию он так и выполнил, сделав доту открытой для сторонних разработчиков, которые стали выпускать свои версии этой карты одну за другой и добавлять туда разных новых героев, артефакты и какие-то свои фишечки. И в 2003 году два модера, Моэн и Рагнар, сделали свою фановую версию карты, под названием «Dota All Stars». Причина добавления слова «All Stars» здесь я думаю очевидна. Данная версия карты включала в себя героев из всех других версий доты и так сказать собирала их в одном месте. Самая первая итерация доты «All Stars» называлась «Dota All Stars Beta 0.95» и выпущена она была в феврале 2004-го. Это был ключевой момент в истории развития моба-жанра. «Dota All Stars» была признана лучшим из всех вариантов оригинального мода и была невероятно положительно воспринята сообществом. И как и следовало ожидать, «All Stars» была куда более сбалансированной, самой полной и постоянно обновляемой. Однако всего месяц спустя на сцену вышел «Ginza», новый разработчик, который взял всё в свои руки и занимался картой с третьего по пятой версии. В марте был выпущен патч 3.0d, а ещё месяцем позже уже 4.0. В 4.0 впервые появился тот самый «Roshan», которого мы все знаем. «Ginza» очень тщательно и ответственно подходил к разработке, добавляя только самые лучшие элементы из других проектов и одновременно удобряя это всё своими собственными оригинальными задумками. Так, например, карта наполнилась нейтралами. Кроме этого, была добавлена возможность объединять простые айтемы в более сложные и сильные, посредством рецептов. Также «Ginza» вскоре объединился с «Пендрагоном». Это создатель форума, фактически ставшего основой всего дота-комьюнити. Он позволял игрокам доты общаться друг с другом, организовывать игры и, что пожалуй самое главное, давать фидбэк по поводу баланса и предлагать какие-то свои фишки разработчикам. «Dota All Stars» продолжала наращивать свою популярность и в ноябре 2004-го под руководством «Ginza» вышла версия 5.84 – первая, так сказать, киберспортивная версия карты. И, к сожалению, в начале 2005-го, вскоре после выхода шестой версии, «Ginza» сообщил, что он на этом заканчивает свою работу над проектом. И вместо себя он привлёк двух других ребят – «Natures» и «Ice Frog». Этот «Natures» на некоторое время стал главным разработчиком проекта, но думаю, что скорее всего вы впервые слышите этот никнейм. А всё это потому, что он никогда не пытался оставить свой след в самой игре – он просто переименовал карту с «Ginza» с «Dota» в «Dota All Stars». Но тем не менее, он внёс огромнейший вклад в игру, которая осталась в тени. Он занимался разработкой и обновлением героев. Буквально из ничего, «Natures» создал невероятно большое количество персонажей. Например, Акса, Пуджа, Сент Кинга, Морфинга, Фантом Лансера, Рики, Урсу, Бруду, Вивера, Эсефа, Энчу и многих-многих других. Однако всего через несколько месяцев он утратил интерес к разработке и передал своё дело Айсфрогу. И в тот момент очень многие юзеры были против таких жёстких изменений, которые начались с шестых версий доты. Поэтому популярность карты немного просела. Но Айсрог не собирался сдаваться так просто. Вдохновлённый балансом в Старкрафте и в третьем Варкрафте, Айсфрог постоянно крутил шестерёнки в доте и пытался выстроить идеальное соотношение сбалансированности между героями и их айтембилдами. И в итоге в ноябре 2005-го Айсфрогом была выпущена версия 6.2, вторая соревновательная версия игры. И уж её-то фанаты наконец-то оценили. И хоть популярность игры и росла, оставалась всё ещё одна очень важная проблема – это всё ещё был мод для Варкрафта. То есть для матчмейкинга и коммуникаций между игроками требовались какие-то сторонние программы, но даже это было не самым худшим недостатком. Самым худшим недостатком было то, что вся дальнейшая разработка такой перспективной игры как Дота была скована цепями Движка Варкрафта, который имел крайне ограниченный потенциал. Но даже со всеми этими недостатками в 2008-м Дота как жанр стала коммерчески интересной для многих разработчиков. Casual Collective выпустили браузерку под названием Миньоны, а Gas Powered Games выпустили клиентскую мобу под названием Demi-God, которая фактически стала первой независимой клиентской мобоигрой в мире. Но к сожалению, эти проекты не уловили фишку, которая делает Доту такой популярной, поэтому скоро постижно загнулись. А тем временем, Гинза и Пендрагон вместе с двумя другими ребятами основали компанию под названием Riot Games. И здесь начинается история Лола. League of Legends была выпущена в октябре 2009 года и стала первым серьёзным конкурентом Доты All-Stars. Как раз в это время Valve только заинтересовались проектом под названием Дота. А произошло это потому, что многие разработчики компании стали сами поигрывать в этот мод. И как следствие, они наняли Айсфрога к себе в команду и начали разработку сиквела. Годом позже, в октябре 2010-го, Дота 2 была официально анонсирована. И вскоре после анонса Дота 2, Valve захотели зарегистрировать себе права на торговую марку Дота, но неожиданно Blizzard сделали то же самое, аргументируя это тем, что Дота создана на основе Варкрафта, а значит и принадлежит им. Но в мае 2012-го дело было закрыто в пользу Valve. То есть право на коммерческое использование бренда Дота было за ними. И несмотря на то, что бета-версия Дота 2 была доступна для игры ещё с 2011-го года, официальная релизная версия сиквела Dota All Stars вышла лишь в июле 2013-го. И всего два месяца спустя, Гейб заявил, что обновления для Доты занимают 3% от общего мирового трафика, а глобальный доступ к игре был открыт в декабре 2013-го, после того как инфраструктура и сервера игры были существенно улучшены. А чтобы показать настоящие возможности и перспективы второй Доты, Valve проспонсировали 16 профессиональных команд из Доты All Stars, заставив их каждый год бороться друг с другом на The International. Со времени выхода второй Доты в 2011-м году было проведено уже 6 интов, а суммарные призовые со всех турниров превысили 65 миллионов долларов. Пока что это лучший результат среди всех компьютерных игр и кто знает что ещё ждёт нас впереди. И на этой ноте я пожалуй и закончу, надеюсь вам было интересно это послушать, если и так то ставьте лайки, обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить подобные ролики и оставляйте комменты, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok